Дневной разворот Где здесь капитальный ремонт? Класс! Вот что бы вы ответили на этот вопрос, если бабушка задала его на улице? Давай зададим нашим гостям этот вопрос. Где здесь капитальный ремонт? На ближайшем библиотеке имени Генцена. Вот мне 5 секунд потребовалось на то, чтобы я обработал этот запрос и выдал все-таки этот ответ. Я просто только что оттуда иду, поэтому и знаю. А Роман Титов знает, сразу ответ знает, что нужно сказать бабушке, знает. Роман Титов, это спикер законодательного собрания, сейчас у нас в гостях. Здравствуйте! Здравствуйте! Юрий Балыбердин, председатель комиссии по регламенту депутатской этики, реализации депутатских полномочий, вопросам информационной политики, взаимодействия с институтами гражданского общества ЗАГС Собрания Кировской области. Добрый день! Здравствуйте! Добрый день, приветствуем вас! И мы сейчас с депутатами законодательного собрания целый ряд вопросов будем разбирать. И не только вопросы, которые поднимались на заседание ЗАГС Собрания, которое состоялось на прошлой неделе, но и те, с которыми обращаетесь. Вы, наши слушатели, каждый день буквально в нашу редакцию, оба наши гости, люди не просто заинтересованы непосредственно на принимающей части в решении этих вопросов. Список большой. Давайте начнем с темы очень горячей, которая каждую неделю не по разу здесь поднимается в этой студии. Это вопрос дольщиков. И Роман совсем недавно на эту тему говорил. Здесь я знаю, что вы держите руку на пульсе. Автор законопроекта. Да, автор законопроекта, который нас, когда этот законопроект только был озвучен, очень, правда, порадовал. Но сейчас мы понимаем, что законопроект этот сталкивается... Я не знаю, это проблемы какие-то, это угрозы какие-то, принятия или неприятия этого законопроекта, или просто с какими-то бюрократическими процедурами, давайте просто начнем сначала, а потом уже сделаем вывод, он заработает наконец или не заработает. Все-таки движение по решению проблем дольщиков, и не только тех, которые внесены в список обманутых, но и тех, кто просто попал в ловушку недопросовестных строителей и не может наименоваться обманутыми дольщиками. Этот процесс, вот мы видим свет в конце туннеля или есть неразрешимый совершенно вопрос? Есть формулировка специальная, это граждане, пострадавшие в ходе строительства жилья, а не дольщики, не дольщики, неважно, мы со всеми работаем. Буквально вчера, наверное, часа полтора мы сидели узким кругом с Татьяной Широковой, с руководителем инициативной группы Нового Сергеева, которая на сегодня подтягивается к ней и дольщики других микрорайонов, видя, что она выразитель определенных интересов. Такой локомотив. Да, ну, локомотив скорее, и обсуждали темы Нового Сергеева, и готовились к тому, что на следующей неделе у нас при ЗАГС собрании пройдет первое заседание нашей рабочей группы по проблеме дольщиков, которая была создана по поручению спикера Госдумы Вячеслава Викторовича Володина. Есть группа на федеральном уровне, которая работает, и Николаев Николай Петрович. Мы будем работать в тесной координации с федеральной рабочей группой, и некие проблемы, которые в том числе нам дольщики вчера уже принесли. То есть Татьяна, она принесла предложение по целому ряду законодательных инициатив, которые в сегодняшний момент смотрят юристы, которые, возможно, будет необходимо обсуждать с федеральной рабочей группой и принимать, то есть которые призваны защитить интересы дольщиков. Насколько там кардинально идеи такие важны? Там, скажем так, предложения, призванные решить проблемы дольщиков, застрявших в переходном периоде. Мы знаем, что с Нового года у нас будет сформирована новая система страхования ответственности на базе государственной корпорации, которая будет получать средства с каждого объекта, аккумулировать их и достраивать там объекты. То есть вроде бы, да, почему это было сделано? Потому что мы видим, что существующая система страхования не работает. Она существует последние два года, например. К тому же Новый Сергей, там ответственность застрахована у двух страховых компаний, одна из которых точно уже лежит на боку. Значит, вопросы по выплатам уже возникают. И вот есть люди, которые до Нового года вошли в долёвку, которые попали в зону риска. Им надо помогать в том числе мешать отчуждению квартир и иной собственности компаниями, которые попали вот в эту тяжёлую ситуацию. Почему? Потому что это имущество должно быть обращено на погашение долгов перед дольщиками, на достройку объектов. А мы видим, идёт вывод активов. Не буду называть, мы с правоохранительными органами обсуждаем. Реально по разным схемам отчуждаются квартиры, отчуждается иное имущество, которое могло бы действительно пойти на достройку. И вот на следующей неделе у нас будет первое заседание рабочей группы по дольщикам при ЗАГС собрании. Мы пригласим туда и депутатов городского и областного по тому округу, где Новая Сергеевна находится, будем именно по этой ситуации обсуждать. Пригласим прокуратуру, городскую администрацию, 1-майское теруправление. Есть вопросы по благоустройству, по вывозу мусора. Есть вопросы к УВД, по организации патрулирования территории. Там Новая Сергеева, которая на сегодняшний момент у нас такой зоной отчуждения оказалась. И поднимем вопрос по другим объектам, которые находятся в серой зоне, которые на сегодняшний момент не попали их, собственно, ни в какой реестр. Но мы понимаем, что в любой момент ситуация может начать развиваться по нехорошему сценарию, скажем так. И будем, собственно говоря, в жесткой форме, в том числе группа наша официальная. Мы будем ставить эти вопросы на контроль. А ключевые моменты будем вытаскивать на контрольные мероприятия ЗАГС собрания. Приглашаем дольщиков, разумеется. То есть у нас есть дольщики и в самом составе рабочей группы. Это федеральные требования. Ну и мы понимаем, что без них можем обсуждать что угодно. Это ни к чему не приведет. И есть, вчера договорились, что мы от Новосергеева троих от инициативной группы пригласим, которые смогут задать вопросы органам исполнительной власти. По закону, то, что задали вопрос. Значит, мы с своей стороны, как законодатели, сделали все. То есть мы отработали механизмы реализации, обсудили. Сейчас дело за подзаконными актами, которые должны разработать и принять региональные органы исполнительной власти. Правительство. Правительство. Ну, точнее, Минстрой. Мы все видим, что на настоящий момент два важных органа. Это Минстрой областной. Он находится в процессе реорганизации. То есть он только что был выделен в некую самостоятельную структуру. В результате реорганизации министерства, которое под Шульгиным раньше было. И Жилинспекция. Это важный надзорный орган. Точнее, Стройинспекция. Она фактически после ухода Перминова, Андрея, осталась без руководителя. То есть там есть исполняющая обязанность. Тоже, скажем так, есть вопросы к работоспособности в этом переходном периоде. Поэтому на следующей неделе, я думаю, мы публично все эти вещи обсудим. И будем заставлять исполнительную власть работать. Если от нас нужна будет помощь, будем помогать. В том числе и путем взаимодействия федеральной рабочей группы. Ну а информацию о проблемах дольщиков в Кировской области я повезу 17-го, 18-го, 19-го, буду в Москве. Надеюсь, с декабря мы в одном формате увидимся. И будет возможность передать некие системные вещи. То есть мы не будем жаловаться. Вот там то, все, пятое, десятое. Нет, там процесс идет. Идет решение. Просто не всегда проблемы можно решить, в том числе и на региональном уровне. О чем я говорю. То есть конкретными предложениями появится. Да, ну то есть смотрите, вот например, ситуация на сегодняшний момент. Люди попадают в реестр, им может быть оказана помощь только когда компания банкрот. А полно примеров, когда компания по кирпичу в месяц кладет и избегает этого банкротства. Для чего это? Для того, чтобы за этот процесс, за временное успеть вывести все, что им надо. И оставить дольщиков наедине с государством у разбитого корыта. И область будет там землю на меры поддержки кидать. Это неправильно. Мы считаем, что процесс это надо начинать раньше. Есть иные признаки неплачеспособности организации. Еще до признания банкротом. И с федеральным законодателем надо проработать, как процесс спасения потенциальных дольщиков нам начать раньше. Поэтому вот такие моменты повезем. Здесь, скажем так, если у коллег из правительства какие-то вопросы будут, они тоже смогут с дольщиками в одном пространстве обсудить. Мы им такую возможность предоставим. Группа будет постоянно действующая. На ваш депутатский взгляд, насколько дольщики настроены на конструктивный диалог. Тут в последнее время их начали обвинять в том, что они еще якобы пытаются политизировать этот вопрос. Они выходят, активно высказывают свою позицию, пикетируют. Это частное осуждение конкретных людей, которые их позволяют себе высказывать. На мой взгляд, такого себе позволять нельзя. Особенно в разговорах с людьми, которые вложили свои деньги в объект, который на минуточку, это о новом Сергею, был у нас в составе проекта федерального комфортного жилья для российской семьи. Эта информация до сих пор доступна. Это было еще энное количество лет назад. Люди принесли деньги, им надо помогать, потому что они были введены в заблуждение. В том числе и я видел своими глазами письмо, подписанное тогдашним заместителем представителя правительства Кировской области Кузнецовым, о включении проекта «Новое Сергеево» в проект «Комфортное жилье для российской семьи». То есть органы исполнительной власти на тот момент гарантами являлись. В итоге на сегодняшний момент с этими людьми, с дольщиками, неважно, дольщики они или нет, надо общаться, надо искать меры решения и решать. Говорить о политике, о том, о сём. Мы, Татьяну, вчера, когда общались, мы просто передостигли от того, чтобы инвесторов потенциальных отпугивать. Потому что если на сегодняшний момент говорить плохо-плохо-плохо-плохо, там вода в подвалах, кого же мы туда найдем. Но понять и принять, что люди действительно заявляют о своих проблемах, на наш взгляд, это очевидно необходимо. Мы сейчас приедемся на короткую рекламу. Напоминаю, что это дневной разворот. Речь сегодня пойдет о многих проблемах, по многим вопросам. Мы пройдемся с Романом Титовым и Юрием Балыбердином, депутатами областного законодательного собрания. Важные для области социальные проекты поддерживают депутаты ЗАГСобрания. В частности, речь шла до перерыва о поддержке людей, которые попали в серьезные проблемные ситуации в связи со строительством собственного жилья. И Роман Титов, вице-спикер ЗАГСобрания Кировской области, который находится сейчас у нас в студии, пояснил, какие дальнейшие действия будут предпринимать законодатели и правительство для того, чтобы решить эти проблемы. Сейчас мы подключаем нашего второго гостя Юрия Балыбердина. Поскольку мы знаем, что вы, Юрий Александрович, естественно, знаем, что вы давно работаете с молодежью и по молодежной политике, меня интересует следующий вопрос. Как вообще может осуществляться молодежная политика в момент, когда министр, отвечающий, то есть министерское место, это свободно сейчас, вакантно, да? Кто вообще рулит сейчас молодежной политикой в правительстве? Насколько эта ситуация без времени влияет на процессы, которые должны происходить? Ну, вы знаете, вот то, что касается мероприятий, которые проводятся в частности молодежным парламентом Кировской области, это один из видов деятельности. Первый — это законотворческий, безусловно, и он в приоритете. А второй — это именно проектная деятельность, которой ребята активно заняты. И вот какой-то паузы там или пустого места вот здесь я не замечаю, потому что мероприятия проходят постоянно, регулярно, и очень приятно, что я нахожусь в этом процессе. Как шутят некоторые члены молодежного парламента, вы самый активный член молодежного парламента. Они еще не только так шутят, они говорят, что из сил молодежного парламента работает человек пять. Ну, я бы так не сказал, потому что вот те мероприятия, которые проводятся, там обычно бывает достаточно большое количество ребят, членов молодежного парламента. Ну, может быть, из таких мероприятий мне бы хотелось вспомнить акция 9 мая «Рекорд Победы», где молодежь отжалась 26 289 раз. Это равно количеству дней, прошедших после Великой Отечественной войны. Далее, наверное, стоит отметить международный тест по истории Великой Отечественной войны, который прошли 6,5 тысяч жителей области. Понятно, что один человек или пять это организовать не в состоянии. Наверное, молодежное публичное слушание, которое вот уже во второй раз прошли в Кировской области, и раз в три месяца они будут проходить. Проект «Доброе сердце», в рамках которого посещаются детские дома, и где с ребятами реально работают наши молодые парламентарии. При этом оказывается помощь не только ребятам, нужно общение. Вот это общение они получают. Но в том числе и ремонтные работы, то есть в составе молодежного парламента есть представители руководства студенческих строительных отрядов Кировской области, в частности, командир Артем Плаксин. Поэтому работа ведется достаточно активно. А у меня вот такой вопрос, Юрий Александрович. Это молодежный парламент. Он, по сути, должен тоже учиться вырабатывать какие-то законодательные инициативы, поддержку от молодежи. Это, может быть, законодательные инициативы, касающиеся стартапов, основания собственного бизнеса, или той же покупки жилья, и серьезные такие глобальные образования. Отжаться это хорошо? Да, безусловно. Что-то посерьезнее. Я начал с того, что законотворческая деятельность является приоритетной. В частности, мне бы хотелось отметить буквально несколько позиций. Во-первых, ребята активно участвовали в выработке поправок федерального законодательства, которое касается ужесточения нормативов уровня загрязнения воздуха в детских учреждениях, в детских садах для постройки более эффективных заграждений. Далее. Внесение изменений в федеральный закон о благотворительной деятельности в Российской Федерации в части запрета сбора денежных средств вне стационарных объектов. То есть, вот, переносные ящики, чтобы... Тема наша неоднократно поднимает. Далее. Внесение изменений в федеральный закон о занятости в Российской Федерации в части предоставления возможности студентам из строительных отрядов бесплатно проходить профессиональную переподготовку и повышение квалификации на базе центров занятости населения. Ну, вот три таких... А я вот, Юрий Александрович, сейчас добавлю, у нас с вами как раз молодыми парламентариями будем обсуждать, наверное, на февраль целый проект регионального закона о студенческих строительных отрядах, о механизмах поддержки, механизмах функционирования. Есть целый ряд вопросов. И проект у нас уже на сегодняшний момент полноценный, молодыми парламентариями сформирован. И внесен он, конечно, будет, скорее всего, позже, но в работе он сейчас уже находится. А в связи с чем в этом направлении начата работа? Что решили поменять? Дело в том, что... Уважение студенческого отряда, оно традиционное такое. Дело в том, что ребята вынуждены... Ну, вот мы говорили о профессиональной подготовке, это важно. Во-вторых, ребята постоянно вынуждены перед третьим трудовым семестром или перед целиной, как это называется, проходить обязательно медицинское освидетельствование, получать справки. Это платная процедура. Поэтому мы очень хотим сделать так, чтобы ребята, которых нынче порядка 850 человек, были на целине, чтобы эти ребята могли каким-то иным способом, без денег, получать вот эту услугу. Через фонд медицинского страхования, либо еще каким-то образом. То есть вот сейчас этот вопрос, как раз, как Арман Альбертович сказал, находится в стадии проработки. То есть там закрепляются как раз полномочия и обязанности, и ответственности самих отрядов, и органов исполнительной власти, и иных структур. Потому что на сегодняшний момент ребята работают... Да, эта организация с комсомольских времен существует, но они работают сегодня в таком, знаете, правом вакууме. Чего добились, то и получили, собственно говоря. И приходится опереться порой не на что. А здесь мы встречались, обсуждали, даже предложили в некоторые моменты доработать. Вот реально создается зона ответственности и отрядов, и ответственности власти. Потому что это важно. 800 человек — это, слушайте, немалая часть студенчества Вятского, которое работает. И, на наш взгляд, ребят надо поддержать, в том числе и нематериально, за счет существующих механизмов, которые просто надо прописать. В чем там основная эта проблема, вот в этих стройотрядах? Ну, что? Я не очень поняла. Нет, ситуация каким образом? Стройотряды развиваются, они возродились, и это движение успешно. Это хорошо. Мы это воспринимаем как волонтерство, энтузиазм, молодость и прочее. А мы, Романом Альбертовичем, являясь членами правления студенческих отрядов, хотим оказать содействие ребятам и, естественно, в получении медицинского свидетельства, в контактах, установлении контактов с потенциальными работодателями. То есть вот это уже нематериально, но это очень важно, потому что если наши ребята уезжают на строительство моста в Керчь, это хорошо. Но если они едут выполнять какие-то строительные работы или сельскохозяйственные работы за пределами Кировской области, там в какую-то другую область, которая там, ну, ничем там выдающимся не отличается, это плохо. Потому что я считаю, что здесь у нас работы хватит всем. Вот реальная проблема, потому что ребята, стройотрядовцы, вот именно отрядов много, там есть сервисные, есть там иные, там сельхозотряды, стройотрядовцы, они работают где угодно. Только не у нас в области. Но практически нет, потому что неформально руководители строительных организаций говорят, нам, присутствующие в вашем правом статусе, выгоднее гастарбайтеров взять, а не вас. Потому что ответственности полно, ребята говорят, да вот налоговые же льготы там, то сё. А, видимо, и мы, кстати, пытались, вот недавно у нас встреча с ним была, им пытался объяснить, ребят, значит, эти налоговые льготы, они строителям неинтересны, они предпочтут взять нелегалов из республик Средней Азии, но не вас. А это системная проблема, потому что это... И платить им в серую, да? Да, тоже. То есть стимулирование некое должно быть и работать. То есть мы все понимаем, что строит отряды это хорошо, но вот почему-то в других субъектах так сформировалось, есть нормативная база и ребята там успешно, Керченский мост в конце концов, да? А у нас вот это не востребовано. Это, очевидно, пробелы, ну, региональной нормативной базы. Мы приглашаем вас, кстати, в Дворец молодёжи в субботу в 17 часов. Будет подведение итогов третьего трудового семестра, как раз студенческими строительными отрядами, будет интересно. Юрий Александрович, подождите. И последнее по поводу строит отрядов. Вот сейчас понимаю, что действительно проблема очень важная. Когда вы планируете, в какие сроки решить эту проблему законодательную в нашем регионе? Новый сезон, это лето следующего года. Мы что-то успеем сделать? Конечно, успеем. Февраль. Мы ориентируемся на февраль, потому что в декабрь мы просто не успеваем по срокам. То есть там надо серьёзно доработать то, что ребята сделали. Но самое важное, там, ну, законопроект не на одной страничке написан. Его надо увязать с другими законами, то есть связи такие юридические сделать. Поэтому на февраль, думаю, мы вынесем до начала сезона. Показателем будет то, что стройотряды, которые формируются здесь у нас, в Кировской области, здесь же и будут работать. Да? Это будет результат. Мы очень хотим, чтобы это было так. Да, для нас это важно было. Нет, ну, если мост в Керчи, это стройка, так сказать, всероссийская, российского масштаба, это почётно и хорошо. Но то, что касается вот иных видов работ... В том числе комфортной городской среды, например. Конечно, безусловно. Куда идут федеральные деньги. Совершенно верно. Да. Да, продолжим. И если говорить ещё о втором виде деятельности, которая касается реализации проектов, то вот буквально вчера прошёл тест по правилам дорожного движения Советский ПДД, Молодежный парламент в числе организаторов. Также точно вот ближайшее мероприятие, это всероссийский тест по истории Отечества, на который приглашаем, безусловно, всех 9 декабря в корпус на площади опорного университета, 128-ю аудиторию. И вот я думаю, что это мероприятие тоже знаковое такое. Думаю, что надо прийти. 9-е это День Героев Отечества. Да, понятно. Поэтому он приурочен к этому дню. Поэтому думаю, что тоже мероприятие будет достаточно масштабным. Там вся российская история будет присутствовать. Конечно. Ну, вероятнее всего, будет и краеведческий компонент, поскольку мы в Кировской области живём. Но основные вопросы, конечно, по истории, на знание истории Отечества. Кстати, да, вот вы упомянули про этот тест по ПДД. Там результаты оказались не слишком такими радостными. Я вот уклонился сразу. Я не уклонился. Поэтому я оставил за собой право, оставляю за собой право ездить на автомобиле. То есть я сдал правила. Так же точно справился Николай Иванович Шеклеин, директор Кировского филиала Юракадемии. Александр Николаевич Плотников, руководитель ГИБДД. Было бы странно, если бы было иначе. То есть мы теперь с чистой совестью будем продолжать движение на автомобиле по улицам родного города. А на кого был ориентирован этот тест? Кто участвовал, кроме депутатов? Молодежь. Достаточно большая прослойка молодежи. Это студенты. Это, кстати, наиболее активен был в задавании вопросов руководителя ГИБДД молодой водитель автобуса. То есть с некоторыми жалобами на регулировку движения и пробки он попытался. Ну, закончилось тем, что Александр Николаевич сказал, что я отвечу на все вопросы индивидуально, чтобы не было диалога, а был все-таки разговор со всей аудиторией. То есть много молодых людей. Вот самому юному участнику было 16 лет девушке, а возрастному 73 года. Информация была на сайте ГИБДД в том числе. Да, интересно. Да, я бы хотела перейти к следующему вопросу. Он касается перехода котельных, муниципальных котельных на местное сырье, на торф. Тема для меня совершенно неожиданно всплыла, потому что торф, он такой, он то всплывает, то тонет постоянно. Торф, он есть. Он никуда не пропал с нашей вязкой земли. Торф, он как мёд. Кажется, что он есть, а потом раз и его нет. И 3% топлива на балансе региона у нас занимает торф, который, казалось бы, везде у нас там по вязкой земле лежит. Да, и об этом мы поговорим после перерыва. Продолжается программа «Дневной разворот». Сегодня в студии работает Владимир Сметанин. И Светлана Занько и наши гости. Роман Титофий, цеспикер Заксобрания Кировской области. И Юрий Балыбердин, тоже депутат Заксобрания, председатель комиссии по регламенту депутатской этики, реализации депутатских полномочий, вопросам информационной политики и взаимодействия с институтами гражданского общества. Ты быстрее сказал, чем я в начале эфира. Читка у него лучше. Читка лучше, да. Мы обещали, что поговорим о котельных и торфе. Снова поднимается тема местного сырья. Почему вдруг она снова всплыла? И какие задачи здесь стоят? Смотрите, мы все знаем, прекрасно понимаем, что торф – это наше сокровище достояние, но оно оказалось невостребованным. Еще раз повторюсь. Оно было когда-то востребованным? Конечно. У нас с 30-х годов немалая часть генерации в регионе строилась именно на торфе. Он был доступен, были могущие торфопредприятия, были гигантские комбайны, которые торф добывали, и были котельные, заточенные, построенные специально под местные виды топлива. Да, торф обладает не такой теплотворной способностью, как уголь, но он существенно дешевле. Он близко, он всегда есть. Его не надо запасать, не нужны вагоны. Через всю страну из Кузбасса этот уголь тащить. Но потом наступили 90-е годы. Мы все помним ситуацию, когда угольщики перед Белым домом били каской о мост. На проблемы угольщиков страна внимание обратила. Для решения этих проблем пошел массовый перевод котельных на уголь. В итоге сегодня немалая часть вятской генерации, особенно в районах Кировской области, она зависит от угля. Торф всего 3%. Чем это плохо? Во-первых, плохо тем, что, как мы сейчас слышим, у нас не хватает подвижного состава. Ну, из-за целого ряда проблем, поэтому вагоны дорожают, соответственно, цена угля растет. Уголь, он, скажем так, является намного более сильным загрязнителем, чем торф. Кроме того... С точки зрения экологии. Он более дорогостоящий, в том числе, в переводе в так называемые единицы условного топлива, он реально более дорог. И, по большому счету, имея под боком запасы местного топлива, будучи в прошлые годы, собственно, в прошлое десятилетие относительно независимыми, мы на сегодняшний день попали в угольную кабалу, где угольщики диктуют свои условия. Значит, кроме того, до 90-х годов производили специальный уголь, кусковой уголь так называемый, то есть не рассыпной торф, который сегодня у нас сжигают на котельных, в том числе и в Светлом, в Светлополянске, в Рудничном, ну, мы все знаем про эти котельные. А торф, который пригоден для сжигания в твердотопливных котельных, это, извините, вот такая вот сухая колбаска, которая можно вместо угля без переоборудования, без покупки за бешеные деньги, как мы знаем, вот эти четыре котельные построили в свое время, торфяные, которые на щепе там в значительной мере работают, этот можно сжигать в обычных котельных. А с производством этих колбасок у нас что? С производством этих колбасок куплено финское оборудование, а в Финляндии основная часть генерации работает именно на торфе. То есть коллеги энергетики съездили в Финляндию, посмотрели, как там все это организовано. Этот торф, он сухой, то есть намного более сухой, чем вот этот вот рассыпной. Он горит при любых условиях, но в переводе на единицу условного топлива на 600 рублей дороже угля. То есть у него ниже калорийность, но ниже и себестоимость. Поэтому если приравнивать как бы... На 600 рублей дешевле. На 600 рублей дешевле, да. Дешевле. Дешевле, но уголь дороже. То есть с нашими объемами потребления экономия получается, мама не горюй. Плюс мы понимаем, когда мы покупаем уголь в регионе, прибавочная стоимость, она только маленькая ее часть. Основную часть получают угольщики Кузнецк, Кузбасс, где-то еще. Торф – это вот с момента производства до момента попадания в топку. Это рабочие места, это налоги, это... Ну, все остается здесь, собственно говоря. Мы вначале провели такую межфракционную рабочую встречу с энергетиками. То есть были практически все фракции. Там справа русов, единственное, мы там не смогли пригласить. Понимая, что этот вопрос вообще вне политики лежит. И убедились в том, что пилотный проект надо запускать. Зачем нужен пилотный проект? Потому что надо провести пробное сжигание с участием агентства энергосбережения, у которого есть измерительная техника. Определить определенные параметры, скажем так. Как подтвердить, что это топливо можно сжигать в обычных котельных и определить экономическую составляющую. Для того, чтобы в дальнейшем планировать работу части котельных именно на этом виде топлива. Модернизация котельных? Нет, никакой модернизации. Обычная твердотопливная, которая работает на угле и на иных видах топлива. Но это, скажем так, так было, но на сегодняшний момент надо проверить. То есть таких котельных по Кировской области полно. И мы надеемся, что если эксперимент, который правительство области поддерживает, поддержало, пилотный проект будет реализован, я думаю, в Котельниче, точнее, на Котельниче, Котельное. И в селе Иринское Слободского района там мощное, слишком котельное, угольное, но близко месторождение. И есть возможность тариф снизить. Да, кстати, это важно. На торфе за счет дешевизма тариф будет ниже для людей. То есть это прямая бюджетная экономия, экономия домохозяйства. Вот пилотный проект реализуем, попробуем масштабировать, если все получится, проект на Кировской области. Хорошо, я думаю, будет всем. Ну, может быть, кроме угольщиков, потому что для них это определенные потери. Но, слушайте... Они же будут сражаться. Они будут сражаться. Мы понимаем, что этот проект будет вызывать определенное негодование. Но, считая, что социальное благо и стоимость, и налоги для нас важнее, мы будем настаивать на реализации этого шкафа. А эта установка-то, она где? Она стационарная или передвижная? Если все получится, если пройдут хорошие испытания, что последует? Что может последовать? В этом году заготовлено только кускового торфа 300 тонн. То есть этого, конечно, не хватит на обеспечение потребностей. Мы считаем, что если будет подтверждена экономическая эффективность, должна быть разработана региональная программа по развитию торфяного хозяйства. Причем она... Скажем так, мы надеемся заинтересовать этим видом бизнеса и другие предприятия, как малые, которые могут только возникать. Потому что у нас месторождение огромное количество. В разных местах. В разных местах. А производить надо на месте. Вот прямо сразу, чтобы не везти рассыпной торф, а здесь прессовать и уже прессованный продукт везти. Да. И надеемся, что пойдет развитие иных видов торфа. То есть в том числе торфяных баррикетов, которые можно использовать для отопления частных домов. И это даст не просто вот такой эффект социальный, но и сильный экономический эффект. Но это должен быть именно, на наш взгляд, уровень региональной программы, которая сосредочит и добычу, и распределение, и потребление. Мы еще про газовщиков забыли. Они, по-моему, тоже не слишком будут рады. Это совершенно не пресекающееся множество. То есть газовщики, у них своя генерация. Своё поле работы. Своё поле работы. Конечно, там, где есть газ, эффективнее работать именно на газе. За исключением одного момента. Инвестсоставляющая газовая котельная. За счет того, что там немецкое оборудование. У них вот доля инвестиций в тарифе, которая первые годы на людей ложится, она достаточно велика. Под торф мы можем переводить старые котельные. Котельные места, где газа никогда не будет. И котельная, которая находится вблизи от месторождений. Транспортное плечо сокращается и тоже бюджетная экономика. Вопрос количества этого сырья. То есть у нас есть исследования и замеры, какое количество вот этого полезного ископаемого в Кировской области содержится? Эти замеры точно не обновлялись достаточно давно. Просто из-за отсутствия востребованности. Но разведанные запасы такие, что мы можем на этом торфе существовать бесконечно. Почему? Потому что это возобновляемый ресурс. То есть это болот, слава тебе Господи, в Кировской области полно. Процесс гниения никто не отменял. И уж чего-чего, а новое болото точно будет возникать. Это возобновляемое топливо, что опять же важно. Мы никогда не увидим древних лесов, из которых появился каменный уголь. Но болото торф нам будут поставлять регулярно. Кто в правительстве эту тему курирует? В правительстве курирует Редькин Игорь Юрьевич. Это министр женщин и коммунального хозяйства. Он как-то так сразу пошел навстречу. Нам не было никакого отторжения. Поэтому я думаю, что мы тут понимание нашли. То есть мы сейчас тему взяли себе на контроль. Правительству поставили задачу пилотный проект организовать и реализовать. Будем способствовать тому, чтобы это все получилось. Еще ведь очень важная составляющая. Надо учесть, что в Кировской области порядка полутора тысяч населенных пунктов, где нет работодателей. И это тоже очень важно. Если какое-то количество этих людей будут востребованы в этой отрасли, это тоже огромный плюс. А торфяники у нас как раз находятся в малонаселенных местах. И в отдаленных районах. Поселок Торфяной, где у нас находятся? Это Оречевский район. Там нормально все. То есть там предприятие ожило. Я не был, к сожалению, там с начала 2000-х годов. Гигантское предприятие, которое тоже легло на бок в свое время. Но на сегодняшний день работы там восстановлены и идут. То есть месторождения на сегодняшний момент у нас сосредоточены. Это Оречевский, Слободской, Котельнический. Но и там не все расконсервированы. А сколько сейчас вообще человек занят в торфяной отрасли? Вот не скажу. Не отвечу на ваш едкий вопрос. Насколько это такой реальный сектор экономики? На сегодняшний момент предположу, что немного. Немного. Но есть большой потенциал. Но были целые поселки, которые на этом держались и которые обезлюдили в период массового отказа от торфяной генерации. А вот если еще ОЗС озаботится возрождением кооперативного движения в регионах по сбору грибов, ягод, мяса, дичи и прочего. Вообще народ будет занят у нас на окраине. Кооперативный, в смысле, с заготовкой имеется? С заготовкой, продажа. Мы же делали с тобой эфир, но они все сдают в коми, где все это перерабатывается. Мы кормим коми своими ягодами, грибами. Чем еще у нас можно занять людей? Идея-то хорошая. У нас поляки, кстати, на протяжении лет 15 каждый год приезжают, дают объявления в газетах. С ними постоянно люди работают. И они увозят в Польшу. Мы потом это в виде польских грибочков покупаем. Лютик такая, торговая марка. Не рекламируем. Лисички они очень любят закупать. На самом деле был большой у нас эфир. Мы говорили с бывшим министром сельского хозяйства Коми. Он говорил о том, что каждое лето большие-большие трейлеры приходят на окраины нашего региона. И наши люди сдают туда просто вот это сырье. Потому что все сушильные комбинаты перерабатывающие тоже у нас почили. Я такую картину лично видел в Верхнекамском районе. Когда в период сбора особенно белых грибов, груздей, стоит огромная фура, рефрижераторы. Они заготавливают эти грибы. И все не к нам. Потом уходят там московские номера. Кстати, очень недешево продают в Москву потом. Ну, конечно. При всем при этом. А где в Киевской области купить наши специалитеты? Например, Сунские Рыжики. Только вдоль дороги и в Сунском районе. Что, наверное, неправильно. То есть вот классно же, чтобы можно было не просто говорить, что вот у нас тут картофель такой, значит, огурцы такие. Чтобы было место, где это все купить-то можно. А не только там посмотреть или купить с риском отравиться. А вот это же все Министерство сельского хозяйства. Чувствуется, видимо, обеденный перерыв. Будет что-то про еду заговорили. Слушайте, у нас нет времени для того, чтобы разобрать серьезные вопросы, которые еще запланированы. Мы будем здесь еще встречаться. Но я тут услышала краем уха, что Юрий Александрович Балыберден возглавляет профсоюз чиновничий. Защищает права чиновников сейчас. И в связи с этим новость, естественно, которая буквально только что вышла, что требования к вновь поступающим на работу чиновников понизились. С чем это связано? Ну, я бы не сказал, что требования понизились. Идут серьезные квалификационные проверки. В том числе, вот буквально вчера подобная проверка была в законодательном собрании с участием председателя комитета по законодательству. И я думаю, что по-прежнему для того, чтобы... Что требования к чиновникам... Мы требования к нашим сотрудникам точно не понижали. Безусловно. Поэтому будем надеяться, что на работу придут высокопрофессиональные люди, которые не замешаны в коррупционных скандалах там, которые действительно являются людьми порядочными и работоспособными. Кстати сказать, с 1 января следующего года вступает в силу 132-й федеральный закон, который предписывает размещать в государственной информационной системе сведения о чиновниках, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных преступлений. И мы, собственно говоря, на нашем пленарном заседании эту идею поддержали. Реестр будет вестись в интернете. И платформой для его размещения предполагается портал Государственная служба. Что с этими людьми вообще станет? Он открытый этот будет? Да, безусловно. Будут видны их фамилии, их история. Конечно, безусловно. Кроме имени уволенного будет указано коррупционное правонарушение, которое он совершил. И данные будут исключаться из реестра только по истечении двух лет. То есть уволенным с такой формулировкой чиновникам, думаю, что будет весьма проблематично устроиться на работу. Любопытное начинание. На этой ноте придется сделать точку в нашей сегодняшней встрече. Благодарим наших гостей. Романа Титова, вице-спикера Законодательного собрания Кировской области. И Юрия Балыбердина, председателя комиссии по регламенту депутатской этики. И дальше там много, три строчки у меня еще. Спасибо большое. Будем еще встречаться с депутатами УЗС здесь, в нашей студии. Сейчас новости, перерыв, тематические программы. И депутат Государственной Думы во втором части.